Центробанк допустил грубейшие ошибки в своей финансовой стратегии, которые привели к многомиллиардным долларовым потерям России. Сделки Банка России на глобальном валютном рынке в 2017 году обернулись ударом по золотовалютным резервам страны. В прошлом году в ведомстве Эльвира Набиулиной приняли решение продать почти треть всех вложений в европейскую валюту. Средства были активно конвертированы в доллар. Как только ЦБ избавился от европейских вложений, рынок двинулся в противоположную сторону. Во втором квартале 2017-го курс евро начал стремительный рост. К концу года он прибавил почти 14%. Не вовремя проведенные операции ударили по размеру резервов. Россия понесла колоссальные финансовые потери, которые только по самым оптимистичным подсчетам оцениваются в 4,5 миллиарда долларов. Если брать геополитические события, которые заворачивались, наверное, было все-таки опрометчивое это дело. Потому что у нас основной партнер, как ни крути, по операциям – это Евросоюз, снежная Америка. И очень много расчетов идет и евро. Вы знаете, я думаю, что немножко поторопились с таким объемом, но решили выйти из Европы. Постраховаться надо было все-таки. Если уже выходить, то, наверное, все-таки можно было хотя бы частями и не сразу. На те деньги, которые ЦБ так опрометчиво сжег на Форексе, можно было бы построить в России 365 школ на 550 мест, 794 детских сада на 280 мест. Кроме того, это сравнимо с 360-ю годовыми бюджетами города Тула. Эксперты назвали эти действия настоящей преступной халатностью. ЦБ должен не просто предугадывать, а должен хеджировать свои риски. Не свои, а государственные практически риски. И иметь возможность обеспечивать это через мультивалютные корзины. И не переходить в одну из валют, тем более с учетом существенной волатильности сегодня различных иностранных валют. Мы помним, как нам рассказывают о том, почему надо вкладывать в доллары в течение его времени, отправляя деньги за рубеж. А с учетом того, что доллар в 2017 году просел на 20%, нам никто не объясняет, как произошло так, что государство, вкладывающее государственные казначейские обязательства в США, вкладывает в валюту, которая имеет нисходящий тренд. Так и в данном случае, естественно, убытки, которые несет Центральный банк, это непрофессиональная деятельность команды Центрального банка, которая прямую влияет на макроэкономические показатели Российской Федерации. Этот вопрос должен быть расследован. В случае расследования инцидента основные вопросы могут возникнуть в адрес первого зампреда Банка России Сергея Швецова, который в ЦБ курирует вопросы инвестиций в открытые рынки. Финансовые промахи прошлого года не помешали ему нарастить собственный доход почти в три раза. До 88 миллионов 600 тысяч рублей. В собственности Швецова жилой дом в США, квартира в Испании, а также две квартиры и земельный участок в России. Боюсь, что нам хвалиться через пять лет будет нечем.